Жители обеспокоены ростом цен и наличием товаров первой необходимости. Многие запасаются продуктами на последние деньги. Боятся, что прилавки магазинов скоро опустеют. Но стоит ли этого опасаться? В таком-то ажиотаже нет проблем с этим. Есть перновая крупа. Широкий ассортимент круп, молочная и мясная продукция, подсолнечное масло, овощи и фрукты. Ажиотажа и дефицита продуктов нет. Пустых полок тоже. Вполне всего хватает. Особые нехватки не ощущаются. Цены, конечно, не очень приятны. Но, тем не менее, скидочки есть. Если возрастёт спрос на продовольственные товары, отечественные поставщики и производители готовы его полностью удовлетворить. Зарплату мне же никто не прибавил, пенсию никто не прибавил. А цены прибавили. Кто будет доволен? За ценами на социально значимые товары следит Федеральная антимонопольная служба России. Контролирует ситуацию и местные власти. Мы цены мониторим. Мы мониторим совместно с Минсельхозом, с Министерством потребительского рынка. За последнее время, неделю-две, выросли цены где-то от 2%, 5-7%. Сегодня эти вопросы находятся в поле зрения правительства Российской Федерации, правительства Московской области. Поэтому я думаю, что мы сообщаем. Будем стремиться как-то в этих вопросах держать цены, чтобы они для наших жителей не кусались. Постоянный мониторинг цен позволит спрогнозировать риски подорожания продуктов первой необходимости и вовремя принять меры для сдерживания роста цен. А дефицита на внутреннем рынке не ожидается. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.